так ребятки доброе утро видите у меня на лбу рано уже это меня мишка стукнул возрадуйтесь фига там меня какая-то муха цапнула мошка у меня на голове шишка теперь сейчас я иду выяснять где нам ловить рыбу и поедем на рыбалку то что же начинается очередная наша серия поехали итак ребята мы видим человека без мяса и крови уходит по гнусу шорта я топчу шорта ходят наступая на него ребятки у нас сейчас будут спагетти не на рыбалку мы не уйдем короче вот такая вот канистра с краником продаются в магазинах королевская вода называется очень удобно в ней воду перевозить 10 литров она но есть краник умыться там еще что-то потом дырочку здесь сверху делаете наливаете в нее воды на как умывальник работает то я сейчас не нажимаю просто не поэтому так медленно течет и мы не прокалываем канистру пока возим с собой а так очень удобно ребят мы приехали набрать воду на реку здесь питьевую воду в реке берут вода чистая он мишаня набирает тоже воду во флягу так что сейчас наберем воду поставим кружки быстренько все ребятки сейчас будем будем надеялись на камушку дам под нами спасибо жука в гараж защиту но мы на чем-то присели и он же поднимает нас когда полный газ даем мы поднимаем что-то будет лучше ой какой прозрак ешкин крот вот здесь понырять то сейчас ребята мы ставим наши модные эти кружки жерлицы кругложерлицы да а только гляньте на это едем обратно Сейчас завтракаем и едем на рыбалку Здесь еще озерцо есть Одно такое небольшое Вот там мы на кружке расставим Там мы их точно не потеряем Сейчас только узнаем, что там с рыбой Все сообщение с миром здесь происходит через эту площадку Это для посадки вертолетов Площадка Так, ребятки У нас завтрак Обычно на Кольском завтрак вот такой Это спагетти с томатным соусом и сыром пармезан Под белое вино Все рыбаки, охотники Это традиция просто Каждое утро завтракают именно так Так что ничего не можем с собой поделать Традиции нарушать нельзя Придется нам есть Да, Михаил Юрьевич Приятного всем аппетита Ты уже клювик наточил Все, приятного аппетита Мы наконец-то уехали Ребят, чтобы узнать, есть ли озеро рыба Сказали, что заезжайте в озеро Десять раз пилинг кидаете Если ничего нету, значит можно ехать дальше Значит нифига нету Ребят, подъехали к озеру И тут вот Плавают лодки выводок Жирненькие Парк Зиндеев Часи Глубокая Глубокая Глубокое озеро Нет, ребятки, ничего здесь нету Торфяное озерцо Очень мелкое Скорее всего оно промерзает Глубое просто Там внизу камушки Лодки Ну и мы здесь сомневаемся тоже Вот и кроссовочек Ух, ветерок Ветерок, ребята Ветерочек, ветерок И что мы возьмем Возьмем мы какую-нибудь Вертушечку Небольшую Что-нибудь вот такое попробуем Повертеть А ося окушок возьмет Нам надо сегодня половить окуня Потому что в планах Копчение Посмотрите, вода какая прозрачная Чего, Мишань? Ничего А? Давайте посмотрим Говорят, что если ловится Вот, блин Ай Не успел я, короче Закинуть, как уже получил Зацеп Тоже зацеп у тебя? Да, почти зацепы были Сейчас вот, да? Ну вот я кинул один раз И два раза Надо переезжать, значит, отсюда Вот так, ребят Сплавляемся потихонечку Нас несет там Ветром, течением Ветер в одну сторону Течение в другую сторону Но ветер побеждает Вот так, ребята Будем ловить Пробовать Да, ребята, что-то мы уже Час сплавляемся Ни одной поклевки Что-то, походу, правы были Правосток Второй Мишаня даже с нами не поехал На рыбалку Видать Ему сдали Что сегодня Ничего не будет О, вон рыбу я вижу Ну, какая-то рыба Ну, все, ребят Нету в реке Ничего не клюет Вообще Ни удара, ни поклевочки Это нас огорчает Сильно Пойдем Пробовать в озеро В самом виде Может, там что-то есть Встанем с подветренной стороны Где-нибудь В общем-то, это не основная наша рыбалка Просто это вот Остановились на рыболовной базе И Попробуем что-то половить У нас здесь день Целый Свободный получается Так вот, ребят Я и говорю Что приехать на Кольске И Остаться без коптера Это, конечно Полное западло Какие тут пейзажи Виды Ну У нас есть еще один коптер Попробуем мы с него Поснимать Четыре с половиной километра в час Против ветра Идем Жаня жует конфетки Ничего-ничего Мы все равно рыбу найдем Так, ребятки Вот на такое место мы пришли Здесь просто Такой батут Черники Костяники Всякой Костяника Вот эта черная ягода Попробуй Попробуй Да Морожка Сейчас покажем Целые поляны Да И здесь тихо Нету ветра Заводь шикарная О, ну вот морожка Спелая Вкуснота Берем термосел С собой Иначе нас тут съедят Сожрут О, еще морожечка Ой, хорошо Замечательно Не ветра Берег сухой А еще морожка Еще морожка Еще морожка Еще, еще Еще, еще, еще Еще много морожек Или морожек Морожек Морожок, короче Морожков Карликовые березы Так, ставим сюда чемодан Открываем его Берем блесна Блесна берем вот такая Окуневая Blue Fox На копчение нужен Крупный окунь Смотрите, какой берег А вода какая Господи Она вся прозрачная Все-все-все-все-все-все-все-все-все При-все О, сиги плавает, Миш Сига видно прямо Ну я в полирикационных очках Поэтому мне видно А вам О, есть а миша хорюсок да хорюсок взял вот ребят хорюсок взял красота прям под берегом здесь чпок на вертушечку маленькую тихо 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 ой ты красавчик посмотрите какой сильная рыбка вообще обкакал меня зачем ты меня обкакал ну говори рассказывай привет подписчики я рыба хорюс зараза выскочил хорюсок здесь есть значит водичка спокойно дно каменная отлично на третий заброс значит хорюска я и видел то что он плавал вот ребят ух ты таком же хорюс хороший тихо 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 надо пацан миш поводи 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 пусть подышит отлично отлично ребят вот это харюска мишка зацепил и блин болото провалился и вот это миша не хорюска зацепил красавчик хорош красивый уже фу блин попробую по этому муху побегает ну что ребят вот так вот мишка поймал харюса такой уже покрупнее и добрее харюсок нас у нам его еще раз покажет ай красавчик ай какой красивый переливается весь гребешок хороший харюс вот уже мало солочка есть вот ребят все морожки на весь берега на моем хавилс Каменятник здесь конкретный, мошки, но морошки здесь нету. У меня морошка не растет. Очень мошки. Нам еще пообилить до 200 метров до переката. Вот он перекатик, вот он перекатик, вот тут хорюзок-то должен быть. Ох, каменистый берег шикарнейший просто, просто шикарнейший. Ай, хорошо, ай, хорошо-то какой, блин, в лужу я вляпался. Мишане не терпится ловить, быстрей, быстрей, ловить, ловить. Скорее, быстрей, 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 быстрей. На моле надо. Меня сожрали комары. Нужен термоцелл. Пойду-ка я сделаю себе бутляр для термоцелла. Потому что невозможно так без него. Без него очень грустно. Особенно мне. Сейчас мы решили, ребят, вот на этот островок на вездеходе заехать. И с него уже обкидывать здесь все. Тогда у нас будут блесны в струе постоянно. Это будет очень хорошо. Ну вот, ребят, попробуем на порог. Заехать. Вот сюда вот вам уток. И покидать. Свездехода прямо. Гнуса. У-у-у. Мы тут с Мишкой друг друга поймали. Вернее, он меня поймал. Все, ребята, идем на рыбалку опять. Так, передачу включить надо. Тогда можно будет наступать на колесо. И оно не будет вращаться. Вот, зафиксировано будет. Ну что, прекрасно? А? Не плохо. А мне кажется, прекрасно. И мордаста. И мы сейчас наловим окуней. Сейчас я на эту сторону спиннинг кину. Беру. Так. Спокойно, спокойно, спокойно. Поболтай его. Ух ты, ух ты, ух ты. Хорошо, хорошо, хорошо. Все спокойно, спокойно. Отпусти, 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 отпусти ее. Отпусти. Главное, ты ее под вездеход не запусти. Хорошая щука, ребят, здоровая. Я прям видел ее. А, ребят, ловлю я на ультравайтовый стынинг. На лайтовый. Оп, 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 оп. Давай, давай, давай. Вот она красавица. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Сюда, сюда, сюда. Камни, камни. Хоп, есть. А, Мишанька. Ай да, красавчик. Ой. Хороша рыбка. Пацан хреновый, а рыбка хороша. Ха-ха-ха. Ну, спать. Да. Фишинг шоп про, ребят. Магазин нам предоставил эти снасти. Это микадо, катушки микадо и палки сами микадо. Очень хорошие. Ну, сами видите, на лайтовую палку достается вот такая рыбеха. Неожиданно приятно. Спокойно. Слушай, ну, наверное. Мы просто вдвоем стали на один борт. Так, давай, наверное, как-нибудь. Давай сюда щупай, я с ней разберусь. Да. Ты ее забирай. Ух ты какая. Ставь на площадку. Да. Сейчас я подкачаю колесики. У нас, ребят, колеса спускают. Поэтому такая вот катавасия. Мишка тонет там. А спускают у нас колеса, потому что... Потому что мы их пробили. Ну что, Мишань, подсплыл ты? Да. Видишь, как здорово. На серебро ты ловишь, да? Ребятки, попробую на ваблерок от Микадо. Болтхед. Заглубление 1,2 метра. Вес 3,5 грамма. Попробую Микадо. Что за зверь это? Такой. Может, акушок цапнет какой. О, вон дно у нас. Мелко. Да, да, да. Здесь течение хорошее. Мы там между этими течениями встали. Попали. Хорошо летит достаточно. Хочется сказать, что Микадо мне понравились. И такие веса выдерживают. И достаточно эластичные. Очень хорошо чувствуется, что там у нас на конце шнура. Ну да, да. Очень хорошо. Ну, Микадовские ваблера это форелевые у нас. Ну, я решил попробовать закинуть. Форель мы еще будем ловить. Ну, кунжу. Ну, так. Решили попробовать. Просто, может быть, что-то доцапнется. Интересно разглядывать дно, прям все видно. Вам не видно в камеру, а мне в поляриках все видно. Идем на другой порог. Осталось времени два часа до того, как стемнеет. Так, ребят, встаем на порожек мы. Можно будет и постоять. Все. На порог пришли. Мутничка мы подняли. Это хорошо. Рыбка такое любит. О, есть. Есть, ребята. Ох, что-то там хорошее такое. Давай, давай, давай. Есть. Лайтик гнется как, а. Блин, кольца у меня перевернулись. Оп, 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 оп. Ух ты. Сейчас вам будет предложен массаж плеч. Ух ты, харюзок, харюзок. Харюзок, рыбак хороший. Окунь. Нет, харюз, ты что, гребень смотри какой. Ох ты, зараза. Не, не уйдешь ты от нас. Не в этот. Видишь, как свечки делает. Да, 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 да. Давай я сейчас его. Вот свечка, я его спасу. Хе-хе. Уч, 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 уч. Есть, ребят. Ха-ха-ха. Ну, сними, Михонька. Давай. Тебе на площадке там удобней просто. Вот. Что? Что, что, что было? Ну, охотятся же. О, вон, харюзок. Опа, есть. Видишь, я его прям увидел, как он схватил. Вот здесь прям, вот. Вот такой вот харюзок. Прям вон, 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 вон. Он такой, трын, 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 шел, 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 бац. Поддел. О, вот он опять атаковал. Хе-хе-хе. Промахнулся. Опа. Оп, опять тюкнул. Вот он прям здесь сидит. Зараза. Надо мной вон прям. Я его сейчас попробую так словить. О, есть. Есть? Да. Хорош. О, Миша Молодчага. Опа, есть. Ха-ха, красавчик. Давай, расстегивай катушку. Давай. Пошли. Блин, за что я зацепился. За колесо, походу. Зачем за решетку? Зараза. Нифига, она через решетку провалилась. О, ребят, как клюнуло, смотрите. Близзна провалилась в решетку. Ёлы-палы. Что мне теперь делать? О, сниму вот так вот. Решетку будем потерять теперь. О. Все руки, ребят, из говняков. Ну ладно. Отмоем. Ха-ха. Знаешь, сколько писелявок этих, хорюзочков, мальков? Вообще. Ну не знаю каких, но они за блесной бегают. С палец размером. Сами меньше блесны, а за блесной носятся. А? Да-да-да. Примеряются. Да-да-да. Примеряются. Третий номер. Все, ребят, зацепы меня с обрывом. Это знак. Пора домой. Потому что надо еще почистить нам рыбу, еще привезти воды. Рыбалка у нас еще основная, рыбалка еще впереди. Сегодня мы и так неплохо половили. Замечательный, я бы сказал. Половили, да, Миш? Да. Хорюзовая рыбалка у нас первая. Это на спиннинг. Вы все долго ждали, чтобы мы половили спиннингом. В дикой месте. Мы половили. В дикой месте, ребят. Дичей не может быть. Сюда добирается только на вертолете. Ну и мы, сумасшедшие. Сейчас Мишаня может еще что-то вытащит. Посмотрим. А так я рыбалку закончил. Всем приятного вечера. Нет, моего домашнего Хариоза не видно. На, открой себе мир подводный. Хариозовый. Сейчас, сейчас, я подам. В полариках-то как видно. Не цацки-пецки. Сейчас, ребят, мальки съедят муху. Нет, муха добралась до нашего колеса и вылезла на него. Хе-хе-хе. Видите, вон, малька сколько. У нас тут малька за нами стоит. Море просто. Вот, ребят, термосел нас реально спасает. Гнус, комары, мошка, блин. Все на тебя налетает, жрет. Только термосел выключишь или забудешь где-нибудь все. Амба. Все, ребята, пошли домой. Придите домой, сейчас почистим рыбу. Наберем воду и на базу. Мы, кстати, можем с тобой сделать вообще проще. Что нам мешает здесь рыбу пошкелить пока светло? Найти сухой берег. Давай канистру наберем. Давай влаги ее оставим. Они ее будут готовить. Ну вот, ребятки, наш сегодняшний улов. Шука какая хорошая. Первый Харюс. Да. Рыбаки отверстили базу. Рыбаки отверстили базу. Рыбаки отверстили базу. О! Рыбаков зовут. Рыбаки — это мы. Других больше рыбаков здесь нету. баса баса отвечаем база база готовьте все к хариусу прекрасно мы согласны ну штучек 5-6 и одна щука килограмма на 2 сейчас пошкерим проедем через базу сбросим вам рыбу и поедем набирать воду я думаю быстренько управимся мишка якутским ножом елки-палки тихо 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 наберем пакет и вода вот так вот растила и все и на нем не дальше наверно не можно его вдоль повернуть повдоль ты рыбу наловил ну как кишку дало и все они не шухую надо чешуя сейчас у нас будет везде просто лишь чешуить наверно где-то на почечку надо все таки можешь вон на мешок прям положите на нем прочих улите вообще надо было правильно конечно на болоте тебя сбросить ну не на болоте а где-то сбросить а мне за воду изгонять а ты бы боялся медведя тогда он бы пришел отнял у меня харюк кота красота вот ну что ребятки вот мишкина добыча сегодня ну два килишки длинная длинная щучка щучки здесь отличается те что не пахнут иной совершенно очень вкусно приятный 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 вкус рыбы это нас такой интересный лайфхак вот для того чтобы рыба не выскальзывал из рук не знаю взял мох мишку пальцы порезал щукой рубанулся немного палец очень удобно можно взять рыбу замок все рыбы за хвост да не рыбы не выскальзывает и 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 Ну ребятки поехали Здравствуйте Рыбачки, охотнички Ну и что, где ваша эта дичь? А наша в мешке И вот сюда Вот на этом перекате Тут хорошая штука Большая перекат, еще яма какая Щуку тут зацепил Нету Так по ощущениям Ну метр четыре Такая добрая яма Там щуку и окунь Причем кедали, кедали не практически Прям по течению кедали Вот так вот так вот так На этом перекате еще поймали Штучки две Вот И вернулись домой Здесь мы добро поймали На Ефеме Короче вот такой Крючок Вот так вот А глухари видели? Ну мы Рыбаки, мы не охотники даже на глухари не смотрят Может они и были А мы видели Увидели рыбаков, слышали охотников Которые стреляли Воздух Расстреливают Собаки Ребят, покажем Как солится хариус Удаляем жабры И с одной стороны Вот хребта Делается надрез Надрез надо делать так, чтобы не повредилась шкурка То есть очень острый нож нужен Шкурку повреждать нельзя Вот такой надрез Делается Вот такой надрез Делается Сахарок сыпется И соль Крупная соль Через какое время она будет готова? Утром Утром, да? Опять сахар И заворачивается В тряпочку Вообще Надо заворачивать каждую рыбку в тряпочку В отдельную тряпочку Да Так как у нас здесь тряпочки нету Отдельной на каждую рыбку Мы заворачиваем их все вместе Тем самым не даем рыбе подсыхать Тем самым не даем рыбе подсыхать Вот Это Андрей Старый Засольщик рыб Вот Я сам не пробовал Попробую завтра Но ребята его очень сильно нахваливают Говорят солить может хоть топор Будет вкусный Нахвалишь Вот такие у нас хорюски И сегодня мы их Поймали и завтра съедим Все Убирается в прохладное место куда-нибудь И завтра у нас будет Офигенная хорюсятина Соленая Получится или нет Получится Я никогда не загадываю В любом случае нам сравнивать не с чем Так что Для нас получится Зато и у меня есть с чем сравнить А Олег у нас делает Картошка Тоже достаточно сложный процесс Честно сказать найти человека который делает Хариуса можно А который жарит картошку мы не смогли найти Никто что-то ее не может жарить Вот взялся гуру Наш Это у нас второй способ посол А какой лучше Я люблю первый Это все мужьи Да Посол шведский Посол шведский Кем просит Я не знаю Карлиус Кумжа мелкая небольшая А крупная Издеваться над крупной кумжи Чтобы его так солить Я только все уже посолил А в тряпочку да Слишком вкусная рыба Ну это на самом деле спорный вопрос Ну да спорный вопрос Но мясо нежнее намного и вкуснее Все мужи еще не каждого стада вкусное Мы все стада знаем по именам Да Это в брукле дома Это в брукле дома Во-первых Обжарим щеку Сложим щеку колесов Сделаем 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 Как ее можно сразу в томатом Хворить Надо обжарить А потом туда закинуть сахар бога нет ребят ну мы же утром вытряхнем ее, не растворится Не растворится Если растворится, то соль плохая Всё? Гнёт нужен? Неизвестно Гнёт нужен? Нет Всё, её вот так оставляем Вот так вот, ребят, два способа Два способа посола рыбы Это по семужье Вот она лежит у нас в тряпочке И вот так вот Просто в ёмкости Засыпанная соль Завтра попробуем, всё расскажем Да, и то, и другое Снимаешь соль, вытряхиваешь Всё Всё, что осталось, всё выкидывать Всё, что она не взяла до утра Всё, что она не возьмёт, это лишнее Всё понятно То есть пересолить нереально, да? Реально Все соль плохая А, все соль плохая А, все соль плохая А чем отличается хорошая от плохой соль? Хорошая соль крупная Она тает, всасывается медленнее Медленнее Чем крупнее по соль По мол По мол Чем она крупнее, тем она медленнее растворяется Угу И вот Она Она Больше проникает Распространяется по рыбе И потом её лишнее устрахиваешь И всё А мелкая соль Ты можешь её пересолить в очень лёгкую рыбу Она вся впитается И Рыба будет солёная Угу Вот Ребятки Это Как раз та щука Которую сегодня Мишаню выловил Она Вкусная Вела правильный образ жизни Ходила в церковь щучью Питалась только красной рыбкой И поэтому должна быть эпической О какой он Кинжал Это Не кинжал Это Нож Под названием Деба Как Как Деба Деба А для чего Он Для Разделки рыбы Ух ты Ух ты А я всегда Обычно Много А у Олега 12 ножей Больше Для капусты Для Морковки Для Глухарей Для Хариусов Даже отдельно А это Вот Для щук Михаил Юрьевич Как вам ваша щука? В томатном соусе Слов нет Одни слюни Сам механик жарил Сейчас он Косточки выковырит Все механик готовил Филе Филе не успели Уникальная вещь Ребят Будьте здоровы Вот Рецепт Запиши Нет Как из обычной щуки Сделать почти хариуса Я его долбился Запишу Да мы тебя вырубим Вырежем Вырежем Гуманый Можешь начинать Уже Ребят Сегодня был у нас Один из лучших дней Мы устали очень сильно Поэтому Я говорю Уже с закрытыми глазами У меня Извините Но сил открыть их у меня больше Уже Уже нет Вот Спокойно Спокойно Во все ночи Да У нас сегодня была такая Предварительная рыбалка Мы поймали Хариусов Хариусов Поймали Насолили Завтра мы их будем есть Еще на завтра планируется У нас большой переход Большой переход Это где-то в районе 50 км Мы должны будем пройти Вот Сейчас будем спать Будем спать Ребят Всем спокойной ночи Очень устали Да народ У нас сегодня Офигенный день Мы поймали Хариусов Короче мы теперь уже По Хариусам вообще Специалисты Оказывается если Хариус есть То ему надо просто кидать блесну И он будет на нее ловиться Правильно Мишка? Совершенно А если его нету То он ловиться не будет Какую-то ему блесну И не кидай И какие только проводки не делай Ему вообще пофиг будет Потому что его нету Вот Сейчас у нас уже час ночи Подъем у нас в 6 утра Завтра переход 50 км примерно Какие дороги мы пока не знаем То есть будут сопки там еще что-то Будет участок дороги Вообще без дороги Вот Вроде бы мы устранили утечку В вездеходе Вот Но завтра покажет это все Вот Переход завтрашний покажет Получилось у нас Устранить не получилось Потому что У нас разрушился один из сальников В плотнине На полуоси Вот И оттуда как бы Происходила утечка Сальника естественно у нас нету И Мишаня взял и все Заделал Веревками Пропитал маслом Все это дело Привязал к звезде Чтобы она вместе за звездой крутилась То есть сделал такой Рукотворный сальник Ну как бы что уже Машина уже прошла 800 моточасов Это немало И наверное надо на эти вещи Обратить внимание Сделать какие-то замены Даже Превентивные Принять меры какие-то Вот Потому что Деталь копеечная А может Как бы Устроить большой геморрой Так что посмотрим сколько она проходит Наша веревка Вот Мишаня сегодня два часа занимался Обстранением этой Вещи У нас уже давно было так что Раз травит Поездил поездил Вроде не травит Вот мы на вездеход На прицеп вездеход поставили Сальник как-то встал так Что он не травил И мы до Кольского доехали Ну Может там пару раз подкачивали Все Здесь он видать разболтался уже так Что Началась Утечка там каждые 10 минут Она была подкачиваться Благо что это 10 секунд Прям на ходу Все это делается Но тем не менее Все неприятно Можно Не уследив за давлением Можно пробить колесо Получится Вот удар Укус Змеи Так называемый У джиперов Когда Складка колеса Сдутого Ну подспущенного Попадает Между Там Диском И камнем Его рассекает просто резина боковина Вот Что у нас произошло за эту поиску Ну Сейчас мы будем еще готовиться К Завтрашнему дню Собственно Подготовка заключается в том Что надо Закрыть глаза И начать храпеть Вот Чем мы и будем Заниматься Я чемпион Мишку Перехрапью сегодня Обычно Он у нас Чемпион Мишка Сегодня вообще Сделал день Поймал самого Жирного хариуса Ну Кстати Местные тоже говорят Что это такой зачетный хариусок По размеру Вот Он поймал щуку Поймал окуня То есть у него была вообще Разнообразная Рыбалка сегодня И все На одну блесну Он света сделал Я бы предпочел ограничиться Только рыбалкой Вот Потом Да Отремонтировал вездеход Смекалкой Своей Сделал сальник Из веревки В принципе Сейчас Ну В настоящем вездеходе У нас уже он не травит Вот Как будет движение Посмотрим Насколько хватит этого сальника Тоже посмотрим Дай бог Чтобы хватило До конца путешествия Вот Потому что действительно Лучшее время тратить на то Чтобы Получать какие-то удовольствия Нежели Наматывать Опять Веревки Если бы это просто Нужно было намотать Веревки Там надо разобрать Пол морды еще Для того чтобы До нее добраться Ой У нас сегодня кстати Бомбическая была Паста В томатном соусе И на ужин У нас была Щука В томатном соусе Миша как тебе щука Миша щуку даже не узнал Думал что это все Просто волшебно Это было что-то невероятное Щука действительно Очень-очень-очень вкусная была Все ребятки Спокойной ночи Спасибо вам за просмотр И Завтра будет Клевый день Смотрите следующую серию Тряпочный енот Тряпочный енот Герой дня Мишка сегодня эту ел Кого ты сегодня ел Кого ты сегодня ел Ну эту Морожку А да Сегодня первый раз в жизни съел Морожку Причем Нет Он ел Второй раз Первый раз Он ее не спелую сожрал Сейчас я ему показал Какая она спелая И она мне понравилась Съел спелую морожку Не спелая ему не понравилась Я думал что за чушь такая непонятная Чего это все любят А спелая ему понравилась Вот так Все Спокойной ночи Пока